Догнистовая модельная библиотека. Гулевич Елена. Отрылок из книги Светланы Алексеевича. У войны не женское лицо. Война началась, мне было не полных 18 лет. Я не знаю, откуда у нас смелость пролась. Хотя, не дай Бог, женщине быть солдатами. Расскажу вам один случай. Мы шли в наступление. Быстро наступали и выдохлись. Обеспечение от нас отстало. Кончились боеприпасы. Вышли продукты. Кухню и ту разбила снарядом. Третьи сутки сидели на сухарях. Языки ободрали так, что не могли ими ворочить. Мою напарницу убили. Я с новенькой шла на передовую. И вдруг видим на нейтралке жеребенок. Такой красивый. Хвост у него пушистый. Гулять себе спокойно. Как будто ничего нет. Никакой войны. И немцы, слышал, зашумели. Его увидели. Наши солдаты тоже переговариваются. Эх, уйдет. А супчик был бы. Из автомата на такого расстояния не возьмешь. Увидели нас. О, снайперы идут. Они его сейчас. Давай, девчата. Что делать? Я и подумать не успела. Прицелилась и выстрелила. У жеребенка ноги потокнулись. Свалился на бок. И тоненько-тоненько ветер принес. Зажал. Это потом до меня дошло. Зачем я это сделала? Такой красивый. А я его убила. Я его в суп. За спиной слышу. Кто-то схлипывает. Оглянулась. А это новенькая. Чего ты? Спрашиваю. Жеребенка. Жеребенка. Жалко. И полные глаза слез. Ах, ах, ах. Тонкая натура. А вы все три дня голодные. Жалко потому, что еще никого не хоронила. Не знаю, что такое. За день прошагать тридцать километров с полным снаряжением. Да еще и голодные. Сначала фрицев надо выгнать. А потом переживать будем. Смотрю на солдат. Они же вот только меня позадоривали. Кричали, просили. Кричали, никто на меня не смотрит. Каждый уткнулся в свое дело и чем-то занимается. А мне, что хочешь, то и делай. Хоть садись и плачь. А я с детства все живое любила. У нас я уже в школу ходила. Корова заболела. Ее прирезали. Я два дня плакала. Мама боялась, чтобы со мной ничего не случилось. Так плакала. А тут бац! И пальнула по беззащитному же ребенку. Вечером несут нам ужин повара. Ну, молодец, снайпер! Сегодня мясо в котле есть. Поставили нам котелки и пошли. А девчонки мои сидят. К ужину не притрагиваются. Я поняла, в чем дело. Слезы и землянки. Девчонки за мной. Стали меня в один голос учешать. Быстро расхватали свои котелки и давай есть. Вот как было. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Продолжение следует...